Общественный контроль для качества жизни. Глава региона провел встречу с активистами Общероссийского народного фронта. Доступная ипотека каждой семье. Департамент финансов и экономики представил новую программу ипотечного кредитования. Средства на реабилитацию для алко- и наркозависимых. Финансирование окружной программы рассчитано на 4 года. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Общественники помогают обратить внимание на самые острые проблемы округа. Об этом на встрече с активистами Общероссийского народного фронта сказал губернатор Нинецкого округа. Игорь Кошин обсудил с представителями Всероссийского движения проекты, которые реализуют фронтовики в Нинецком округе. В частности, речь шла о качестве дорог, очистке Арктики от накопленного мусора, формировании комфортной среды. 28 участков дорог общей протяженностью 9 километров. Таков на сегодня результат проекта «Карта убитых дорог». Жители округа отмечали на интерактивной карте те участки, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте. Затем голосованием составляли народный рейтинг очередности ремонта улиц. Оценили окружные дороги и представители Центрального штаба ОНФ. В мае делегация дорожной инспекции проехалась по улицам города и поселка Искателей и обратила внимание региональных властей на нарушения, которые требуют устранения. Об этом на встрече с главой региона рассказал Виктор Синявин. По этому проекту мы горим красным цветом, как говорится, там отметочки. Красный – это значит, еще ничего не сделано. Желтый – это ямочный ремонт у нас. Одна только отметка, где произведен ямочный ремонт. Вот такая картина складывается. И также мы в планах ремонта также у нас отметка 0. И дорога отремонтирована тоже отметка 0. По мнению Виктора Синявина, изменений на карте убитых дорог не происходит, потому что большинство из них – муниципального ведомства. В городском бюджете сегодня нет средств, чтобы разом привести дороги в порядок. Однако глава региона считает, общественникам необходимо спрашивать с муниципалов исполнение всех обязательств. Вы абсолютно правильно сказали, что не на все, видимо, хватает средств. Ровно поэтому у нас округ небольшой. С тем, чтобы, во-первых, сделать определенную оптимизацию, сократить количество чиновников. Я надеюсь, что меня здесь Общероссийский народный фронт поддерживает, потому что расходы на чиновников, они, к сожалению, зашкаливали. Если не ошибаюсь, чуть больше трети город тратит на собственное содержание. Вот резервы, в том числе и на дорогу. Потому что на сегодняшний день те полномочия, которые есть в городе, значит, бюджет 650-700 миллионов достаточно. Привлекают общественники жителей города и к формированию доступной среды. Недавно фронтовики проверили объекты социальной инфраструктуры на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки была выявлена необходимость в сертифицированных экспертах. У нас родилось такое вот простое предложение. На этапе различных разработок ПСД, которые касаются социальных объектов, там еще что-то, все-таки привлекать экспертов, которые вот в этих рамках что-то знают, да? Вот именно конкретные эксперты по доступной среде. Почему? Потому что, ну вот, к сожалению, да, я понимаю, это не ваш пенсионный фонд. Это не окружной объект, там это, да, там... С нарушением со всеми СНИПов сделано. Глава региона счел предложение активистов ОНФ нужным и дал соответствующее поручение профильному департаменту. Общероссийский народный фронт, в свою очередь, намерен отправить на обучение активного участника общества инвалидов Виталия Хабарова. После получения соответствующего сертификата он сможет выступать экспертом при проектировании социальных объектов. Один из приоритетных проектов ОНФ – генеральная уборка. За три месяца на интерактивной карте свалок было отмечено 149 мест несанкционированного складирования мусора. На сегодня ликвидированы только 10 из них. Кроме того, внимание активистов направлено на полигон ТБО в поселке искателей. Фронтовики считаются своей главной задачей привлечь федеральные средства на рекультивацию полигона ТБО в рабочем поселке. С помощью федерации, считают активисты, можно решить и проблему по очистке Амдермы. Департаменту природных ресурсов дано поручение привлекать экспертов ОНФ к формированию госпрограммы по защите окружающей среды и заседаниям профильных рабочих групп. Валентина Чибичев, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сделать покупку жилья, доступной каждой семье округа. Такую задачу решает новая программа ипотечного кредитования «Однопроцентная ипотека». Ее разработал Департамент финансов и экономики по поручению главы Ненинского округа Игоря Кошина. Сегодня специалисты разрабатывают необходимую документацию, чтобы воспользоваться программой можно было уже в этом году. Ипотека по цене аренды. Так позиционируют новую программу ипотечного кредитования в Департаменте финансов и экономики. «Однопроцентная ипотека» призвана повысить доступность жилищного кредитования в первую очередь для молодых семей. Вместе с тем она будет работать для всех жителей региона, рассказала на расширенном совещании губернатора Татьяна Лагвиненко. В настоящий момент средний платеж семьи на ипотеку составляет 40-50 тысяч рублей в месяц, при котором только 40% идет на погашение основного долга за приобретенную квартиру, а 60% – это платеж банку в виде процентов. В данной ситуации округ готов помочь семьям, проживающим в Ненецком автономном округе. Новая программа предлагает следующие условия. Семья приобретает в ипотеку квартиру стоимостью 4 миллиона рублей. Первоначальный взнос – 20%, срок – 15 лет, ставка – 12% годовых. В этом случае ежемесячный платеж по займу составит 49 300 рублей. Из них основной долг – 17 800 рублей, платеж по процентам – 31 500. Субсидирование позволит снизить ежемесячные расходы семьи по обслуживанию кредита. Платеж семьи по кредиту составит всего 20 400 рублей в месяц. Из них сумма основного долга – также 17 800 рублей, платеж по процентам – всего 2600. Остальные 28 900 рублей в месяц возьмет на себя бюджет Ненецкого округа. Программа 1% ипотеки будет доступна для всех жителей округа и предусматривает приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом определен ряд ограничений. Заемщик должен проживать в Ненецком округе. Жилая недвижимость должна быть не старше 15 лет. А жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке не должна превышать 65 000 рублей. На первичном – 75 000. Срок субсидирования по программе – до 15 лет. По данным департамента, средства на новую программу в бюджете 2017 года имеются. Обеспечение в бюджете. Значит, на этот год у нас заложены финансовые ресурсы. Сейчас при составлении бюджета на 18-й плановый, 19-й, 20-й год, также мы будем закладывать все прогнозные цифры, которые мы предполагаем для потребности жителей, на 18-й год. В случае нехватки бюджета на данную меру поддержки, в любом случае будем предусматривать при внесении поправок в бюджет дополнительное финансирование. Глава региона дал поручение оперативно подготовить соответствующие поправки в окружное законодательство и внести их в собрание депутатов к ближайшей сентябрьской сессии. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Перечень центров, где зависимые от алкоголя и наркотиков жители округа смогут бесплатно пройти реабилитацию, увеличат. Этот вопрос обсудили в ходе заседания антинаркотической комиссии Ненецкого округа. Реабилитация и ресоциализация людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе». На эти цели в течение четырех лет планируется направить более 10 миллионов рублей. В бюджете этого года предусмотрено более 2 миллионов рублей. Окружные пациенты, желающие избавиться от зависимости, направляются на реабилитацию в центр ручей Псковской области. В настоящее время там находятся 5 человек из региона. Как отмечают в Департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты Ненецкого округа, часть пациентов не готовы пройти полный курс реабилитации ввиду его длительности – 6 месяцев. В ходе заседания одобрено предложение расширить перечень реабилитационных центров, в которые будут направлять граждан для бесплатного плечения. Сейчас вопрос сотрудничества прорабатывается с одним из центров Калининграда, который предлагает лечебные программы сроком на 30, 60 и 90 дней. По данным наркологического кабинета Ненецкой окружной больницы, в Ненецком округе зарегистрировано 14 пациентов, продающих стойким синдромом зависимости от психоактивных веществ, эпизодически употребляющих – 42. В этом году в связи с длительной ремиссией наркологи сняли с учета трех человек. При этом ни один не поставлен на учет. Поиски завершились успешно. Пожилую женщину, потерявшуюся в среду, нашли в районе реки Куя. Собственная пекарня может появиться в Тельвиске. Нижнепечорское потреб общества рассматривает возможность открыть в селе кафе-пекарню. Поиски заблудившейся в лесу пожилой женщины завершились успешно. Окружные спасатели обнаружили ее в районе реки Куя и доставили вертолетом в аэропорт Наринмара, где ее ожидала бригада скорой помощи. Информация о потерявшейся 79-летней женщине поступила в службу единой дежурной диспетчерской службы 112 вчера около 16 часов. На поиски пенсионерки отправились спасатели. До 10 часов вечера они обследовали лесную полосу, но безрезультатно. Нашли ее после обеда, время никогда не смотрел. Она была сырая, с признаками переохлаждения, покусана мошкарой, находилась чаще, ну, в болоте, туда забрела, получается, буревом. И когда ее нашли, уложили на носилки, укрыли. Был вызван вертолет, на машине ее везти было нецелесообразно, ввиду ее состояния и возраста. В аэропорту Наринмара пожилую женщину встречала бригада скорой помощи. О том, в каком состоянии пенсионерка находится сейчас, пока ничего не известно. В Тельвиске ждут появления модульного кафе-пекарни. Вопрос строительства пекарни на селе обсуждался с Нижнепечорским рыбкопом еще в 2014 году. И вот спустя три года ситуация, кажется, сдвинулась с места. На днях села Тельвиска посетили председатель Совета Ненецкого окропотребсоюза Наталья Кордакова и представители Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа. Они осмотрели резервный участок, который можно использовать под строительство социально значимого объекта. Вот есть земельный участок в пятне новой застройки. Вот видите, да, вот эти вот участки, это все по аукционам отошло юридорофизлицам. То есть здесь новая школа построена у нас. И в данном месте мы как раз обсуждаем и планируем поставить это кафе-пекарни. Оно обеспечено газом, оно обеспечено электричеством. В общем-то, удобное место. Накануне в администрации муниципального образования прошло совещание с общественным советом и депутатами. В результате было принято решение направить в главе региона ходатайство о выделении данного участка под установку кафе-пекарни. Строительство социально значимого объекта создаст дополнительные рабочие места для жителей Тельвиски. Во-первых, по положению это обязательно пять рабочих мест из числа жителей муниципального образования. Это большой плюс, то есть можно будет трудоустроить людей. Ну и, конечно, основная, будет решена основная проблема – это обеспечение граждан хлебом, ну и хлебобулочными изделиями. Ну, также это кафе, где можно будет проводить дни рождения, какие-то праздничные мероприятия. Подобные модульные пекарни и кафе уже функционируют в нескольких муниципальных образованиях округа. Например, в Индиге помимо хлеба и хлебобулочных изделий выпускают кондитерскую продукцию и даже мармелад. В селе Ома пользуется спросом у населения местное кафе «Полярная звезда». Об этом в телефонном интервью нам рассказала глава муниципального образования Ольга Чупова. Стало принято проводить юбилей, дни рождения, ну и скорбные даты. Ну, действительно, точка общепита, она вообще необходима на селе. Потом, значит, было, вот, кормили, выделяли деньги для малоимущих семей, это на летний период. И каникулярное время, по крайней мере, это тоже было востребовано. Сегодня в селе неналажено хлебопечение и важный социальный продукт приходится завозить из Наринмара. О своей проблеме жители поселения рассказали на встрече с губернатором во время его визита в Тильвиску в начале августа. Глава региона рассказал о системе поддержки предпринимателей в округе и призвал сельчан открыть частную пекарню. Если она все-таки откроется в селе, спрос на продукцию местных пекарей будет высокий, уверен глава телевисочного сельсовета Александр Чурсанов. Пополнить баланс соцкарты для получения бесплатного детского питания можно через интернет. Теперь родителям не нужно каждые полгода подавать документы лично для получения бесплатного детского питания. Достаточно заполнить заявление в электронном виде на региональном портале госуслуг и прикрепить к нему скан или фото нового рецепта. В случае, если карта выдается впервые, к электронному заявлению помимо рецепта нужно прикрепить скан свидетельства о рождении ребенка и фото заявителя. Единственный раз нужно явиться в офис моей документы только для получения самой карты. С 1 апреля текущего года выдача питания для детей с рождения до 3 лет в Наринмаре и поселке Искателей осуществляется исключительно по социальным картам жителя Ненецкого округа. Такой механизм гораздо проще для родителей. Ранее для получения смесей, каш и молочной продукции рецепты следовало выписывать ежемесячно и каждый раз предъявлять их при получении наборов. Сейчас информацию в пунктах выдачи считывают с электронных карт. Пополнять их баланс, подавая заявление с рецептом, необходимо раз в полгода. Детское питание родители получают в аптеках Ненецкой формации и магазинах акционерного общества «Вита». На данную региональную меру господдержки в этом году в бюджете региона заложено более 31 миллиона рублей. Получателям соцкарт с начала года стали 1366 родителей. 83 заявки поданы через региональный портал госуслуг. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова